Звезды казахстанского и российского шоу-бизнеса на одной сцене. Впервые в Астане прошла премия Муз-ТВ «Гравитация». Она стала 13-й по счету и собрала самое большое количество знаменитостей и гостей ежегодной церемонии. Заветные тарелочки получили победители в 14 номинациях, некоторые из которых были учреждены впервые. На голоконцерте назвали и лучших отечественных исполнителей. Кто же стал победителем, знает Марина Шаповалова. Премия по традиции собрала самых известных артистов, звезды казахстанской и российской эстрады, как и полагается вип-персонам. На церемонию приехали в дорогих тонированных автомобилях. Из того, что артистов было так много, образовалась робко. Артисты дожидались своего приглашения в порядке живой очереди возле красной дорожки. Бронзовый загар, яркий макияж, но сдержанные наряды. Под громкие овации фанатов первыми на красной дорожке появились ведущие премии. Это известные Ксения Собчак, Андрей Малахов, Максим Галкин и Лера Кудрявцева. Звездный квартет дополнили не менее популярные в Казахстане Нурлан Куэнбаев и Асель Сагатова. Кстати, о том, что именно она станет ведущей, держалась в секрете до самого начала церемонии. Несмотря на 30-градусную жару, артисты заряжали публику положительными эмоциями. Делали с ними селфи и удивляли своим эпатажем. Премия Муз-ТВ «Гравитация» впервые прошла в Астане и стала одной из самых грандиозных шоу за всю историю церемонии. Организаторы постарались на славу и подготовили для зрителей массу сюрпризов. В начале представления артисты посчитали своим долгом почтить память Батырхана Шукенова, который скончался в начале года. Артисты казахстанской и российской эстрады исполнили бессмертные хиты выдающегося певца. Кроме этого, Батырхану Шукенову присудили специальную номинацию за вклад в развитие музыкальной индустрии Казахстана и России, которую вручили его родному брату Бауржану Шукенову. Достойный сын казахского народа. Он стал символом объединения музыкальных культур Казахстана и России. Музыкальное шоу в казахстанской столице – это яркое развлекательное представление. По словам директора МУЗ-ТВ Армана Давлитьярова, эта премия – еще один шаг к укреплению культурно-деловых отношений между Казахстаном и Россией. Я был еще один раз в Казахстане, но был в Алма-Ате. Сегодня в Астане. Мне очень нравится все. Конечно, наша цель – быть здесь, если получится, и забрать премию. 35-тысячная армия зрителей буквально взрывала зал громкими овациями, особенно когда на сцену выходили отечественные звезды. Впервые телеканал МУЗ-ТВ учредил специальные премии для нашей страны. Лучшим артистом Казахстана стал любимец публики Кайрат Нуртас. А народная артистка Роза Рымбаева получила заветную тарелочку за вклад в развитие музыкальной индустрии Казахстана. Покорила коллег по цеху своим выступлением Жанар Дугалова. Кстати, песня на казахском языке на премию МУЗ-ТВ прозвучала впервые. Для наших артистов казахстанских и для российских артистов – это большой праздник, праздник музыки. Но я, конечно, сначала была удивлена, что российская премия проходит у нас. Музыкальное слияние казахстанской и российской эстрады по праву теперь считается главным событием года. Грандиозная церемония в Астане будет обсуждаться еще не один день. Марина Шповалова, Бахтияр Заев, Астана.